В стране дефицит кадров в сельском хозяйстве и на строительстве. Для решения проблемы необходимо поднимать статус профессионально-технических специальностей, широко пропагандировать их среди молодежи, считают депутаты Сената, которые в эти дни проводят встречи с населением в регионе. По словам сенаторов, принятых в парламенте в 84-х законах, предусмотрены вопросы привлечения молодежи на профессионально-технические специальности. На сегодня во всех регионах не хватает агрономов, механизаторов, инженеров, каменщиков и других. Для повышения престижа этих и других технических рабочих специальностей, по общему мнению, надо повысить заработную плату. На встрече с коллективом Жалагарского индустриально-аграрного колледжа было отмечено, что среди задач укрепление материальной технической базы учебных заведений технического профиля, повышение квалификации преподавателей. Необходимо закреплять теоретические знания учащихся непосредственно на производстве. Сенаторы также встретили с учителями, которые сейчас усиленно готовятся к новому учебному году. Ознакомились с работой районной поликлиники. С внедрением мобильного приложения Дому Мед здесь уже нет очередей. Посетители приходят на прием по записи в указанное время. В соответствии с регламентом депутаты сейчас работают в регионах. Проводим встречи с избирателями. Ознакомились с работой колледжа в Жалагарском районе, а также школами 123, которая по области заняла первое место по итогам ЕНТ. Учителя думают, что еще рано переходить на преподавание на иностранных языках. Посетили также местную поликлинику. Отмечу, вопрос развития поликлинической службы – самая в сфере здравоохранения приоритетная программа государства. Она предусматривает сокращение коек в больницах и, напротив, укрепление поликлиник, оснащение их современным оборудованием, хорошими кадрами. Такую задачу ставят Ельбасы для улучшения здоровья населения.